Здравствуйте, в эфире Якутия 24 новости экономики. В студии Евгений Бажанко. Рекордные дивиденды около 22 миллиардов рублей в бюджет республики и столько же в федеральные выплатила Алроса в прошлом году. Налоговые выплаты компании составили более 66 миллиардов рублей. Инвестиции в объекты социальной инфраструктуры более 9 миллиардов. Об этом шла речь на рабочей встрече Владимира Путина с главой алмазной компании. Рекордным оказался и уровень добычи – около 40 миллионов карат. Яванов показал Путину уникальные цветные камни и пригласил главу государства на торжественное открытие Верхнемунского месторождения, которое состоится осенью. План повышения качества жизни в Южно-Якутском промышленном центре успешно защитил глава республики Егор Борисов на совещании у вице-премьера и полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева. Цитата. «Защита проектов прошла успешно. Завтра с утра на заседании правительственной подкомиссии по реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке подведем итоги формирования вышеуказанных планов в разрезе всего региона. Это повысит ответственность исполнителей, позволит нам в дальнейшем эффективнее взаимодействовать с отраслевыми министерствами федерального правительства по решению столь значимых для якутян вопросов», — сказал Егор Борисов. Почти 10 миллиардов рублей бюджетных средств планируется сэкономить в текущем году благодаря снижению энерготарифов для пяти дальневосточных регионов. Средства будут направлены на развитие социальной сферы. Так, в Якутии, где, как ранее сообщалось, в минувшем году сэкономлено 4 миллиарда 100 миллионов, средства пошли на снижение тарифов на коммунальные услуги для населения, которые оплачивают только 30% экономически обоснованного тарифа на услуги ЖКХ. Редкоземельные металлы Тамторского месторождения имеют стратегическое значение для страны. Поэтому компанию «Восток Инжиниринг», которая их добывает, необходимо акционировать и передать пакеты акций в собственность республики и администрации Оленекского района. Такое предложение высказал Александр Иванов, глава Оленекского национального и Венкийского района, на территории которого расположено месторождение. В свою очередь, управляющий директор компании Сергей Сергеенко сообщил, что вопрос об акционировании обсуждается. В настоящее время разработка проектной документации месторождения завершена. В 2020 году начнется строительство горно-обогатительного комбината мощностью 200 тысяч тонн. На полную мощность комбинат выйдет в 2022 году. 70% занимает доля государства в банковском секторе страны. За три последних года она выросла на 9%, свидетельствуют данные аналитического кредитного рейтингового агентства. Только с 2015 года три крупных частных банка перешли под контроль государства. На сегодня в первой пятерке российских банков больше нет частных кредитных организаций. И по мнению аналитиков, процесс огосударствления этого сектора экономики может продолжиться. Тем временем, глава самого крупного из государственных Сбербанка Герман Греф пообещал, что уже в этом году будет внедрена технология снятия наличных в кассах магазинов. Технология эта довольно проста. При оплате любого товара в магазине покупатель, расплачиваясь карточкой, может попросить кассира снять с нее больше денег, чем стоит товар, и выдать разницу наличными. После этого покупатель подтверждает операцию пин-кодом, а банк, который выпустил карту, одобряет покупку и выдачу средств. Кроме Сбербанка, внедрить подобную систему планируют ВТБ и русский стандарт. Около 600 рабочих мест в 2017 году создал бизнес-инкубатор Якутии. Об этом в эфире Якутия-24 сообщил директор учреждения Максим Карбушев. По итогам 2017 года в республике поддержано около 300 различных проектов среди начинающих предпринимателей. Это достаточно большие показатели. Сумма выручки этих проектов приближается к полумиллиарду рублей, сказал Карбушев. «Государство, вкладывая средства в развитие бизнеса, оно безусловно заинтересовано, чтобы этот бизнес в дальнейшем продолжал создавать новые рабочие места, оплатил налоги, оказывал услуги. И соответствующий мониторинг со своей стороны мы безусловно ведем». Доля коммерческой задолженности в структуре общего долга российских регионов за три года сократилась на 9% и на 1 января 2018 составила 52%, сказал глава Минфина Российской Федерации Антон Силуанов. В конце прошлого года президент Владимир Путин объявил о запуске с 2018 года программы реструктуризации задолженности субъектов. Напомним, что Якутия отказалась от участия в этой программе. Об этом сказал министр финансов Якутии Валерий Жандоров. «Оценив условия реструктуризации и учитывая, что республика находится в первой группе регионов, с долговой нагрузкой, не превышающей 50% по отношению к собственным налоговым и нелоговым доходам. По итогам встречи руководства республики с правительством Российской Федерации было решено, что республика остается в рамках действующих соглашений о предоставлении бюджетных кредитов, заключенных с Минфином России в 2015-2017 годах». До 800 человек в сутки способны накормить новое столовое для работников Денисовского ГОКа. Предприятие общественного питания открыл резидент территорий опережающего развития Южная Якутия – компания «АйКО». Вложения в проект составили более 6,5 миллионов рублей. Новое столовое одновременно может обслуживать до 100 человек. Кроме того, горячие обеды будут доставляться на объекты Ингалинского ГОКа. Как сообщили в компании, в связи с ожидаемым развитием угледобывающих предприятий, штат столовой БУД увеличен с 7 до 42 человек. Россияне стали более сдержанно брать займы на подарки к 14 февраля. Тенденция по сокращению займов на подарки ко Дню Валентина продолжается уже четвертый год подряд. Аналитики связывают ее с общей экономической ситуацией, а также со снижением интереса россиян к данному празднику. Не более 20% жителей страны собираются отмечать День всех влюбленных. Еще одной причиной спада стал рост финансовой грамотности и социальной ответственности россиян при оформлении микрозаймов. На этом все. Оставайтесь в курсе экономических событий вместе с Якутия-24. Редактор субтитров А.Семкин